Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу сделать видеообзор камеры, которую я недавно приобрел. Это камера Panasonic VXF990. Wi-Fi написано. Wi-Fi. Что это за камера? Я недавно ее приобрел для себя. Я ее долго-долго выбирал по параметрам. И сейчас я скажу, по каким причинам я выбрал именно эту камеру. Вот она. И чем она мне понравилась, а чем нет. Дело в том, что... Смотрите. Во-первых, для каких целей я ее выбрал. Это главное. Я являюсь видеоблогером. И я веду канал на YouTube, посвященный инвестициям. И в рамках этого канала я, ну, во-первых, сам снимаюсь. Во-вторых, бывает, что снимаю интервью или в каких-то местах нахожусь. Мне нужна камера для видеосъемок. И условия для съемок не всегда хорошие. Поэтому нужно, чтобы камера в не очень хороших условиях снимала. Чтобы можно было настроить зум. И он хорошо увеличивал. Это должен быть оптический зум с хорошим разрешением, естественно. Потому что, ну, чтобы скадрировать как-то, чтобы изменить в процессе монтажа кадры. Вот. То есть мне нужен зум. Мне нужно высокое разрешение. Мне нужно высокое качество изображения, которое обещалось. Вот. И мне нужен видоискатель. Был, поэтому я выбрал с индексом F, с видоискателем. Почему? Потому что, ну, я сейчас являюсь блогером по теме личных финансов и созданию пассивного дохода. Но после того, как я создам этот самый пассивный доход, я очень-очень сильно хочу стать еще и тревел-блогером. То есть я люблю путешествовать. Я люблю природу. И камера нужна еще и с этим прицелом. Что я хочу сказать по поводу того, что да, мне еще нужен звук хороший, потому что он нужен. Вот. Смотрите. Ну, первое, что меня немножечко, ну, скажем, расстроило сразу. Вот. Когда я распаковал эту камеру, я ее достал, но по размеру она достаточно большая. То есть понятно, что когда я ее оплачивал, когда я смотрел, да, я видел ее характеристики. Но, одно дело видеть характеристики, видеть ее размеры физически, но совсем другое дело держать ее в руках. Она достаточно большая. В карман она не влезает. Вот. В отличие, скажем, вот от этой камеры. Вот. Которая, вот, вот сравните, так сказать. И это тоже 4К, и это 4К. Но здесь рыбий глаз. Здесь она много позволяет. Селфи снимать шикарно совершенно. Под водой снимает вот это. Это под водой не снимет. Вот. Но здесь нет зума. Во-первых. Во-вторых, есть искажения и так далее. Вот. Это, во-первых. А, во-вторых, нужно снимать регулярно с трех камер, когда снимаешь интервью. То есть нужно собеседника, меня и крупный план. Вот. Поэтому эта камера мне необходима. Вот. Что еще? Когда я распаковал, мне не понравилось сразу. Сразу не понравилось. Это пластик. Дешевый какой-то. И вот он, я не знаю, тут буквально со скрипом он открывается. Он мне почему-то напомнил какие-то дешевые автомобили, когда вот, ну, то есть вот коробка какая-то, и там все скрипит внутри. Вот это вот. Это вот именно. Мне показалось, что это пластик. Я был расстроен, честно скажу. Теперь дальше. Значит, я, когда читал отзывы про эту камеру, говорят, что вот эта вот бленда хищная, она очень трудно надевается и очень плохо, что на нее нельзя насадить светофильтр. Ну, во-первых, зачем светофильтр на камеру? Вот. Ну, чтобы защищать. Ну, так она и так защищена шторками. Вот. Бленда, в принципе, защищает. Такая, она такая вот, не знаю, хищная, в общем-то сказать, такая бленда. Вот. Ну, здесь мне вполне устраивает. Зум оптический. Смотрите. Есть следующая разновидность, она чуть дороже. Там оптический зум 24, 24-кратный. У этой 20-кратный зум. Я вас уверяю, что 20-кратный зум вполне достаточно, и вы это скоро увидите. Вот. Теперь дальше. Что мне очень-очень сильно хотелось, и достоинства, которые... к ней, ну, достоинства, которые отмечали другие. Это вот питание вот здесь. Ну, стандартный достаточно разъем DC, но 5 вольт, и он втыкается в любое USB-устройство. То есть, можно подзаряжать эту камеру от Powerbank. Это очень хорошо. В полевых условиях это очень-очень здорово. То есть, она достаточно много кушает энергии. Вот. Чтобы она кушала меньше энергии, мне нужен вот этот видоискатель. Он поменьше кушает энергии, и по видоискателю все хорошо видно. Видоискатель, надо сказать, что имеет бешеное разрешение, цветной. Вот. Очень хороший. Мне очень понравился видоискатель. Что мне еще нравится, как блогеру, смотрите. Вот. Я беру. Раз. Два. Я поворачиваю экран, и когда я снимаю сам себя, на штативе стоит камера, здесь все есть. Это очень здорово. Что мне не понравилось? Мне не понравилась здесь система меню. Мне кажется, она не доработана. Вот. Здесь есть колесико, и на него можно, когда крутишь, нажимать. То есть, колесиком я прокручиваю по меню и нажимаю. Но оно не все пункты меню охватывает. Ну уж, казалось бы, сделайте. Это очень удобно, на самом деле. Ну, чтобы все пункты меню можно было сделать. Нет. Есть некоторые пункты, которые надо тыкать. Вот. Сюда. Пальцем. У меня пальцы толстые, ребята. Вот. Пальцем тыкаю, и вот сюда вот как-то вот я еще прокручиваю. Ну, маленькая штука. Не очень удобно. Но вот здесь вот более полное меню, чем здесь. Ну, сделайте вы сюда ее, вынести все эти функции. Нет, нельзя. Вот. Я беру, вот, пожалуйста, и не могу. И не могу. Вот. Мне это не понравилось. Вот. Меню. То есть, пальцы. Это здорово, конечно. Сенсорный экран-то здорово, но хотелось бы лучше. Вот. Хотелось бы, чтобы все это могло было здесь и через видоискатель, соответственно. Вот. Кстати, вот эта вот функция, когда я открываю экран, она включается, это хорошо. Когда я вынимаю видоискатель, все тоже включается, но при этом я не могу пользоваться колесиком для того, чтобы все пункты меню у меня отображались. Это плохо. Вот. И меню немножечко замороченное, оно не очевидное. То есть, не все функции очевидны. Вот. Что еще? Ну, по поводу зума. Очень хорошо подходит камера для того, чтобы, ну, для съемок на природе. Вот. Сейчас вы видите мою соседку. Это белка. Она у нас тут живет рядом в лесу. И вы видите, что ее можно снять, ну, совершенно шикарно. Вот. И если это делать со штатива, например, чтобы руки не дрожали, вот, то, в общем, будет каждый волосок виден и достаточно издалека. Вот. Что еще хочу отметить, что оптическая стабилизация, да, она есть. Есть стабилизация от дрожания рук, но она действует только при небольшом зуме, то есть, или вообще без зума. В принципе, она действует, ну, неплохо, скажем так. Но штатив никто не отменял все-таки. Такие вещи делаются со штатива. Вот эта камера, здесь оптическая стабилизация в пяти плоскостях, все шикарно. Здесь, боюсь, что не так все шикарно, ну, потому что зум, это понятно. Вот. Что касается обработки изображения и 4К. Здесь, друзья мои, никаких претензий нет, все шикарно. Обалденный объектив, дает обалденную глубину резкости. И камеру можно забыть про фотоаппарат, даже потому что качество съемки просто фотографий, которые она делает, совершенно шикарная глубина резкости там. Просто мне очень-очень нравится. Вот. Какие еще функции, которые делают эту камеру, ну, практически профессиональной? Это возможность настройки фокуса вручную. То есть мы можем отменить автофокусировку, которая работает вообще шикарно. Но я могу ее отменить. То есть если у меня на переднем плане какие-то кусты, а я хочу снять то, что за кустами, ту же самую белочку, я могу настроить, отменить автофокусировку и вот этим вот самым колесиком покрутить. Или вот здесь есть колесико где-то. Ну, короче говоря, покрутить и все. Все будет шикарно. Что еще мне нравится? Вот здесь вот звук, здесь 5 микрофонов. 5 микрофонов. Я могу регулировать звук. Здесь есть система шумоподавления, которая работает обалденно, я вам скажу. То есть для съемок на улице она очень-очень хороша. Звук дает очень-очень качественный. Но если я снимаю издалека, например, что-то, то вот здесь вот имеется вот такой разъемчик для внешнего микрофона. А вот здесь вот в верхней части имеется холодный башмак. То есть я сюда, скажем, могу поставить либо направленный микрофон и сюда, уже профессиональный, совершенно спокойно, она будет писать звук с этого направленного микрофона. Либо я могу сюда воткнуть приемник от, ну, в смысле разъем аудио от приемника сигнала, ну, от приемника радиомикрофона. Вот, а у меня будет петличный, и здесь висеть передатчик на радиомикрофон, я это планирую купить. И тогда вполне себе спокойно. Например, где-то на берегу стоит моя камера, кто-то снимает, а я здесь что-то рассказываю в радиомикрофон, пожалуйста. Или там где-то, ну, в зале, то есть я на сцене, например, да, а камера стоит в зале, и через радиомикрофон все пишется. Звук прекрасный будет звук. Это очень-очень приятно. Вот, ну, что касается зума, он стандартный достаточно, что касается кнопки включения, стандартная. Про питание я уже сказал. Вот, есть функции Cinema, но я их не использую. Почему? Потому что, ну, потому что у меня есть видеоредактор, естественно, и все эти функции я делаю на компьютере. Что еще есть из разъемов? Из разъемов есть очень хороший USB-порт, USB-порт CR2, он скоростной. Вот, это очень здорово на самом деле. Кто знает, кто понимает, HDMI mini тоже очень хорошо. Аудио, AV-выход, это тоже здорово. Очень приятно, что SD-карта вставляется здесь. Когда я смотрел, когда я выбирал камеру, у предыдущей модели SD-карта вставлялась вот здесь. Да, естественно, есть стандартный разъем под штатив, это понятно. Вот, ну, собственно говоря. Еще одно важное достоинство этой камеры в том, что, значит, она сопрягается с смартфоном через Wi-Fi, через систему Wi-Fi. Это очень хорошая штука. То есть, здесь есть приемник-передатчик Wi-Fi и здесь есть. Смотрите, как это происходит. Я скачал приложение Panasonic и установил на своем телефоне. Дальше я беру, включаю это приложение и включаю здесь сопряжение с камерой. На камере появляется, скажем, QR-код или там что-то еще. Я здесь сканирую этот QR-код. Все, связь между камерой и телефоном настроена. И я могу с телефона, то есть поставить камеру где-то на штатив, там далеко. И я нахожусь, скажем, на крыше здания. И настроил так, что она будет меня снимать, там через Zoom. Все красиво. Я включаю запись на телефоне, петличный микрофон втыкаю сюда и, значит, запись идет с микрофона на телефон, скажем. А там идет изображение в формате 4К на камеру. Это очень здорово. Точно так же я могу отключить. Вот. Очень хорошая функция. Вот. Ну, функцию съемки в темноте я не использую. Она мне, в общем-то, не нужна. Но, в принципе, в пещерах ее можно использовать тоже. Если там включить фонарик, она очень даже неплохо работает. Но в абсолютной темноте она тоже работает. Вот. Но освещает, ну, где-то на полтора метра там, в общем. Четкость хорошая, но где-то полтора метра. Все. Ну, можно снимать, опять же, животных там в гнезде где-то. Пожалуйста. Это возможно. Что я могу сказать в заключение. Камера, в общем-то, очень-очень хорошая. Как одна из камер для меня, как для видеоблогера. Если вы хотите эту камеру купить как любитель путешествий. Но даже не знаю, надо ли оно вам такое. Потому что камера имеет все-таки высокую стоимость. Я ее купил за 55 тысяч рублей. И для того, чтобы съездить один раз в Турцию. В общем-то, поснимать такой крутой камерой. Ну, в принципе, я думаю, что можно выбрать что-нибудь вот. Вот. Типа такого. Ну, вот сравните. Вот. Да. Вот. Вот эта камера. Вот она куплена давно. В Андорре где-то я ее купил. Здесь есть Zoom. То же самое. Здесь есть HD. Вот. Не надо 4К абсолютно вам. Потому что зачем оно вам. Вот. HD вполне достаточно. Или там Full HD. Вот. То, что здесь есть. Вот. Ну, и собственно говоря, все. Вот это, кстати, тоже снимает под водой. И здесь и пластик хороший. И все. Ну, объектив никакой. И она дешевенькая. Вот. Вполне себе. А для тех, кто занимается уже, ну, какой-то профессиональный тревел-блогер или природу снимает, или вот как я, то, в общем сказать, вполне достойный вариант. Потому что есть масса функций. Там баланс белого. Баланс белого. Корректировка экспозиции. И ручная фокусировка. Все это здесь присутствует. На этом все. Спасибо за внимание. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по эту камеру. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий.